Ребята, мы приехали в Home Depot. Нас сегодня покидает идея что-нибудь вырастить. Ты хочешь такую тележку? А, тебя посадить? А покатать тебя? Вот типа зимой. Да, прикольная. Ну кстати говоря, смотри какая еще есть. Можно в тотье покатать. Для побольше детей. От двух до шести лет, да? Жаль, не подходишь немножко. Совсем чуть-чуть. Да, нам нужна какая-то тележка, потому что мы хотим купить такой длинный горшок. Землю нам надо купить. Ну и что посадить. У нас тепло, поэтому мы решили с садовода огороднический начать сезон. Это мещавель, скорее? Это... Смесьчавель. Нет, это кажется не щавель. Это какая-то, знаешь, такая... Надо посмотреть, что это такое. Но это щавель по-другому выглядит. Смотри, какой есть. Песто перпетуо. Интересно. И Юра, что ты хочешь выращивать? О, смотрите, клубничка. Все подряд? Ты хочешь меня заставить все подряд поливать? Клубничка вот такая вот большая. Смотрите, уже с клубничками зелененьки. Десять долларов стоит. Ну конечно, у меня не будет салат. Да, а вот салат. Вот этот. О, брокколи, смотри. Хочешь брокколи вырастить? Не, я брокколи не хочу. Для этого много места надо. О, кто хотел помидоры? Максим хотел помидоры? Да. Он правда спросил, а кто за этим ухаживать будет? Я говорю, конечно, ты. Кто же еще? Вот это, смотри, вот такой вот лучок. Такой миленький. Помнишь? Онион. Да. Чивос. Гарлик, смотри, тоже такой же. А ты хочешь что эту? Как ее? Фасоль? Да. Вот тут что-то еще есть. Так, это брокколи. Вот селлари. Так. Что интересное? Интересного еще есть. Но мы хотим посеять, да, сами? А вот смотри, то, что ты хочешь. Да. 4 доллара стоит. Уже готовое. Да. Вот есть побольше. Вот смотри. Да. И вот смотри, есть бруссельская капуста, есть цветная капуста. Да, я тебе показываю. Помидор, огурцов нету? Есть обычная капуста. Но мы не будем такое ничего сажать, да? Мы же не будем огород совсем разводить. Мы так, маленькие. Совсем немножечко. Это сейдж, сейдж. Это мьян. А что это? Чимьян или что это? Шалфей? Шалфей, по-моему. Сейдж это шалфей. Так. Это петрушка, да? Вот это вот. Петрушка. Шалфей. Открышал фей. Вон уже, смотрите, перерощенные помидорки. Огромные. Слушай, сколько рассадок? А это что такое? Малина? Смотри, как малину можно врать. Что же 10 долларов стоит? Прикольно. Вот там куча помидор. Вот это все-все-все помидорки. А вот смотри, надо подвешивать эти клубничку. Клубничка, да, подвешивая. Прикольно. Так. Здесь что это такое? Москита. От москитов, наверное, какая-то трава. Вот это укропчик, смотри. Вот он укропчик. Да, да. А вот базилик. Ну, базилик у тебя уже есть. Ну, это хороший такой он, да? Хороший, хороший. 4 доллара стоит. А вот укропчик. Укропчик тоже неплохо. А вот с этой, этот, кинзу. Кинзу можно. Вот циландра тоже есть. Да, кинзу можно взять. Кинзу. Кинзу задает шуха такая. Кинзу можно и так покупать. Можно, можно. А вот это что такое? А вот мята. Какие-то перцы, что ли? Это сейдж тоже. А, это тоже шелфей. Какой-то пайнэпл. Ананасный шелфей. Вот смотри, мята. Мята, да, мята. Мята, кстати говоря, можно. Вот, делать, смотри. Прекрасный, да, вариант? Вот еще такая мята есть. Москита сделать. Чем-то здесь так пахнет, я вот через маску даже чувствую. О, растительность. Вот это тоже лучок вот такой вот меленький. Растительности. Оказывается, там пепперминт, а это свитминт. Это для, это для этого, ну, для десертов. Розмарин. Сейчас, погоди, погоди. Вот смотри, есть здесь тимьян. Красота какая. Куча всякой травы. А вот это что такое? Траву все можно из семечек вывести. Смотри, ромашка. Ромашка. Траву можно из семян вывести. Конечно. А смотри, какой розмарин большой. Ну, это да, уже можно прямо вот так вот в горшок купить и все. Много солнца, да. Смотри, я думал, какой-то кактус. Драгонфрут. Да, прикольно. Но, если ты говоришь много солнца, у нас там нет много солнца. У нас там с этим проблема. Ну, пальмы не будем, розы тоже. Яблоню. Яблоню? Нет, яблоню тоже не будем. Я думаю, наши лендлорды не будут в восторге от яблони. Так, а эти такое? Да, розочки красивые. Ну, розочки я тоже не хочу. Они такие прихотливые, да. Смотри, какая. Это малина такая? Да, желтая малина. Желтая, да? Желтая малина. Классная. Вот это красота. Очень красивые. Такие градиенты. Смотри, им надо 6 или более часов света. Да, у нас все плохо. На этой стороне не будет света. Да, на пати у нас мало. Вот это, говорят, здесь считается зимними цветами. Вот наши эти, анютины глазки. Это они называются. Юра добыл тележку. У нас такая клубника. Она дорогая, да? Клубника, да. Ну, хотя бы, смотри. Ну, да, но сколько там ее вырастет, этой клубники? Тут написано интересно? Горшок-то ладно, это не проблема. Грамм 300, наверное, на гости максимум. Тоже ей, видишь, много надо солнца. А, да. Короче, клубнику так как-нибудь поедим. 13 долларов такой горшок стоит. Смотри, здесь, это, на день с того Валентина, видимо, что-то делали и не продали. Теперь 50% скидка. Вянут, вянут, да. Вот горшки, смотри. Много, кстати, горшочков. Смотри, какой горшок. Да, я вот про такое и думаю, про вон тот горшок. Вот эти классные бамбуки, а те какие-то не очень. Смотри, как косичкой заплели. Бамбук такой. Сколько он стоит? Ого, 25 долларов. Горшков тут дофига. Вот тот горшок, про который мне показывали. Такие же. Такие же, такие же. Он довольно глубокий. Мне кажется, он 12 долларов стоит, нет? Да, мне кажется. А, нет, или self-watering. Нет, этот не self-watering, это какой-то другой. Вот это может быть, да? 27 инчей. Это он? Ну да, 27. Ну, по ходу посмотри. Ого. А, вот, да. А тут какого их много? Цвет какого, да. 205, 7. Да, да, вот это он. 11 долларов стоит горшок. Да, 11 долларов. А ты думал, сколько он может стоить? Слушай, ну он огромный тут, не только для травы тут. Не, ну ты посадишь рядочками разную траву. Он глубокий, мне кажется, сюда много земли. Для травы столько земли не надо. А, вот, вот, смотри. Я про это говорю. А, да, точно. Хотя стоят они не намного дешевле. Я про это и говорю. Вот, а еще у этих вот, у него, по-моему, поддон есть. Вот это поддон, смотри. Да. Это очень хорошо. Лишняя вода. Угу. Будет походить. Он прям длиннее. В нем можно разную траву вырастить. Длинненький, хороший. Что, такое возьмем? Да, давай, такое возьмем. Давай. Сколько? Два. А ты что, собираешься много всего выращивать? Я думал, да. Ну, кстати, вот, для фасольки здесь тоже нормальная глубина. Нормальная. Я думаю, можно взять парочку. Ну, давай возьмем парочку. Вот здесь чуть поменьше, по-моему, вот этот вот, вот этот вот поменьше, кажется. Или такой же. Этот поменьше, кажется, смотри. Он покороче, но стоит всего на, не знаю, на полтора, на доллар, да. Здесь, да, бери, бери. Мы их поставим там вдоль забора, да? Да. Горшки прям огромные. Вообще, о, сутрин. О, мне нравится вот эти вот, 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 бурка. Ну, это, видишь, для всяких фонтанчиков типа того. Вот, видишь, стоит вот эта штука тоже. Нет, тут здесь никто же... Тут совсем много вот этих горшочков красивых. Этих деревянных тоже. Ух ты, какие. База целая. О, смотри. Фаерплейс. Фаерплейс такой, смотри, маленький. Вот его ставишь по центру и дровишки подкидываешь. Угу. Че? Угу. А вот эти, смотри, какие классные. Как будто бы плетеные. А на самом деле они... Все же керамические. Нет, они какие-то... Керамические, керамические. Не-не-не-не. Не знаю, для керамики они слишком легкие. Они... Ну или чем-то... Замазанные чем-то вот эта плетеная штука. Кстати. Как это, ротанг или что? Нет-нет-нет, это просто потрогай. Рисунок, что ли? Да-да-да, это рисунок такой. Как глина так выдавлена. Не знаю, мне кажется. Я тебе точно говорю. Вот смотри. Да. Вот здесь смотри тоже есть. Ну, короче. Вот это тоже красиво смотрится. Да. Но они стоят, смотри, уже. Да-да. Это пластиковые. А, тоже пластиковые. Но они какие-то прям стильные. Такие, знаешь, сделаны под металл. Да-да. Ну, коротенькие, да. Коротенькие. А вот они, кстати, тут тоже стоят. А вот смотри, есть тоже светло-коричневый. Мы взяли темно-коричневый, а тут вот есть длинный светло-коричневый. И они стоят, по-моему, дешевле. Да, смотри, 8 долларов. А, или вот эта вот, вот их цена. А, 56. Не, то это они даже одинаково, скорее всего. Что, из-за цвета, что ли, цена отличается? Да-да-да. Это же тебе не Тесла? Да-да-да. Ладно. Оставим те. Мне нравится темно. Вообще, было бы классно, если бы они были серенькие. Ну ладно. Вова захотел картошку выращивать. Но картошку мы не будем выращивать. Потому что ее особо там нигде выращивать. О, смотри, вот это красиво будет. Гладиолусы. Гладиолусы, смотри. Да, красивые же они будут. А им надо ли это санцовывать? Я не знаю. Я их не выращивала ни разу. Валя любит гладиолусы, смотри. Да, лукомечки. Вот, смотри, тут написано, как их поливать. По поводу света, что-то я не вижу особо ничего. Сколько им света надо. Ну, в общем, вариант. Красота какая. Вот это тоже гладиолусы, но другого цвета. О, какие красивые лилии. А вот, смотрите, какие тоже красивые гладиолусы. А, двадцать луковиц там стоят десять долларов. И лилии черные тоже красивые. Кстати, фулл сан. А, кстати, им нужна тень. Вот этим вот лилиям нужна тень. И вот этим лилиям тоже нужна тень. Так, остальные все. Им нужно очень много света. Вот, смотрите, какие красивые. Хана. Очень красивые. Вот это земля. Вот это, видишь, для всяких цветочков. Вот это только для цветочков, я так понимаю. А вот это для всего. А, all purpose. Можно вот такую взять. Да, да, мне кажется, такую можно взять. Потому что цветы, ну, отдельно для цветов. Но единственное, конечно, если мы будем сажать что-то, то цветы надо будет отдельно посадить. Ну да. Ну, мне кажется, да? Да, да. Давай тогда вот такую землю возьмем. Давай. Сколько она стоит? Что-то, семь, восемь долларов? Восемь долларов, да. Это получается. Ну ладно. Это же вообще, смотри, семьдесят штук. За четыре-пятнадцать долларов. Тут написано где-то, какого они размера вырастают. 15-23 сантиметра в высоту. А, подожди, это между ними. 122 сантиметра вырастают они. Они очень высокие. Лилия такая. Ну, думаю, да. Наверное, для нашего балкона только лилии подойдут. Да. Какие только. Какие тебе больше нравятся? Ну, мне вот такие нравятся. Вот такие нравятся. Можно попробовать такие. Можно вот эти цветные взять. А вот здесь лилия написана Full Sun. Да, это вот этой фирмы Full Sun почему-то, вот смотри. А вот та вот почему-то не Full Sun, которую мы смотрели. Вот эту вот лилию, которая здесь. Другой фирмы. Где их вот 15 штук. Да. Они не это. Можно вот такие взять, ну, чтобы для разнообразия. Они что-то разные. Но я знаю, что их три. Их вот, смотри, они стоят 6 долларов, а эти стоят 15 долларов. Их, ну да, их больше, конечно. Но они другого будут типа. Да. Вот это вот, ну, здесь-то может быть разные. Может, взять вот такие? Ну, давай возьмем такие. 15 прям на весь вес. Хорошо. Ну, надеюсь, они разные. Да, давай. Давай. Смотри, какой красивый этот. Но стоит он 140 долларов. Да, ну, это деревце. Да, то есть ты вот его ставишь, и оно все. А, вот смотри, бутончики. А, похоже, да, это целые кусты. Но они какие-то маленькие, да, вот эти вот? Цветочки нет, вот они вот такие. Но оно еще вырастет, и мне кажется, цветочек тоже будет больше. Может быть. А вот герберы, смотри. Вот смотри, вот это, которые каждый год надо садить. Да, это каждый год. Это посадил они, умерли, и все. Вот эти я забыла, как называются. Питунья или что-то такое, кажется. Так, а это что такое? Хеби. Хеби. Знаете, что такое хеби? Я не знаю. Юра пошел куда-то в цветы. Слушай, а мы траву собрались сажать, а не цветы? Да. Цветы это так, я для красоты. Я просто хотела посмотреть, что здесь есть. А вот этот вот, смотри, еще не расцвел, поменьше. Может он дешевле стоит? Нет, так. Нет, так же, слушай. Как это так? Я просто хотела посмотреть, что здесь. Вон, смотри, сколько земли тут. Да. Разной. Да, да. Большая очень. Может быть, нам надо... Нет, ну это, видишь, для цветочков. Да. А для травы придется что-то другое брать. Да, молодец. Ладно, давай выберем это. Что ты будешь выращивать? Это тоже для цветков. Как мы взяли, это почти 7 долларов. Смотри, patio плюс называется. Для всего. Fruit, vegetable, смотри, outdoor, pots. Разные, да, фирмы просто? Да. Земли. Да, да. Вот, смотри, для суккулентов есть для кактусов специальные. Да, специальные травы. И для цитрусовых, и для пальм. А, ну мне кажется, это покрашенные или выращенные. Или голубые фиолетовые. Покрашенные, смотри, видишь, в земле прям у тебя какая-то голубая стука. Чем-то, видимо, поливаешь краской. Да, наверное. Которая света вырастает. Я бы вот эту штуку посадил. Ну это в горшок надо какой-то отдельно сажать, мне кажется. Как в сердце. Садили. Что ты будешь с ним делать? Давай еще посмотрим. Так, лейка. Давай возьмем сначала ее, а если, ну, покажется нам другая, более курятные такие цвета. Да. Сколько стоит 5 долларов лейка? Да. Короче, мы решили посмотреть другие лилии, потому что тех надо, найти надо аж три горшка, потому что их надо на расстоянии сажать большом. Вот. Юр, тут вот смотри, есть вот... По шесть. Где? Как мы выбрали, но не 15, а 4. А, ну давай возьмем такие. Четыре посадят? Да. Давай возьмем. Ну они же там на одной, наверное, не по одному цветочку вырастут. Нет, нет, не по одному должно быть. Хорошо, давай, давай. 15 слишком много. Да. Вот огород заведем, тогда будем высаживать такими количествами. На перила. А, это да, для перила. Вот это тоже, смотри. Короче, для лилии мы взяли вот такие, потому что им надо глубину 15 сантиметров сажать. И мы взяли в итоге четыре штуки. Вот такие. Посмотрим, что прорастет. А тут вообще написано, да, что лилии можно в них сажать. Наверное, можно, да? Да, наверное, конечно. Ну давай возьмем, вот эту зеленую ставим для твоей травы. А, целый, он чуть поменьше. Да, желтую возьмем для лилии. 27 лилий. 27 лилий. 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 Вообще, я лилии не очень люблю, но они красиво выглядят. Но я запах не люблю. Но запах он будет на улице. Да, поэтому, да, нормально. Потом, короче, когда разойдемся, потом купим какие-нибудь вот такие необычные. Что? Ну да, я думаю... Хватит, хватит. Ну ничего страшного, хватит. Ну ее, видишь, ей реально нужен солнце. Ну как бы есть солнце. Ну будет чахленькая такая, ничего страшного. А вот давай посмотрим, вот там клубника тоже есть другой фирмы. О, ничего себе, слушай. У них 30, от 30 до 61 сантиметра нужно место. Шириной, да? А в глубину 5. В глубину всего 5. Естественно, ты что, не помнишь, какие кусты клубники, что ли? Да, сколько здесь их? О, 10. Да много нам. Тогда, если на этого, сколько там? Ну, допустим, 30 сантиметров мы возьмем, да? Тут что это, 3 кустика всего. Да. Free GMO написано. GMO Free, да. Она еще может не вся прижиться, поэтому нужно почаще посадить, а потом если что. Потом вырвать, да? Да. Если еще. Да, ну вот здесь, может, есть меньше, чем 10. Там тоже 10, да? Там тоже 10, а она стоит подороже. Почему, да? Вот этой фирмы подешевле. Так, а больше нигде клубники тут нету? Ну, я вот тут что-то еще видела. Так, это другие какие-то цветы, виноград. Тут тоже 10, Юрочка, смотри. О, смотри, блюбери. Ну, это не бобери, это какая-то... Это блюбери, смотри, видишь, она как блюбери, только она розовая такая. Розовая. Это такой сорт блюбери приклонного. Ну, это целое дерево. Это целое, да, вот такая штука. А вот еще, смотри, как остальные какие тут есть. О, пропустили, блин. 7, что ли? Вот их 7, да, это много для нас. Тоже, да? Так, вон, смотри, там ежевика есть. Смотри, Юр. Где? А вот ежевич. Ну, это все глубоко. Так, вот это тоже по 10. Да. Это она же. Аспарагус есть. А, вот это она же. Ханана. Так, а здесь другая. Но тоже по 10. Везде по 10. Здесь такой... Ой, что ли? Это какая-то пустая, там прям есть что-то. Ну, смотри, она у вас с другой стороны растет. Я не уверена, что они на таком расстоянии сажали. Да, там нифига не 30. Давай возьмем 10. А вот здесь вот... Ого! 30-60 надежды на метр. То же самое написано, что там. Ну, мне кажется, у нас на даче она чаще росла, чем вот так. Давай, ладно, не парься, возьмем. Возьмем так, только не... Вот эту ты хоть взять? Нет, эту как-то мало. Давай, вы что-то... Давай эту возьмем. По-моему, фирма, кстати, одна и та же. Да, просто смотри, это секвойя, а это разный сорт. Смотри, вот эта секвойя... Какая вкуснее. А это... Куйнолт. Я не знаю, смотри, вот эта у нее немножко белая вот здесь вот в основании. Но она должна быть, наверное, сладче. Да. А эта такая просто вся яркая красная, да? Ага. А я не знаю. Давай вот эту. Ну, бери. Не, она больше нравится как-то. Ну, хорошо, бери. Бери. Ну. Так, ладно, бери селантру. Давай возьмем этот укропчик. Укропчик. Укропчик обязательно, да. Кстати, кто хотел морковку? Вова сказал, что единственное из овощей, что он готов выращивать, это морковку, потому что это более-менее то, что он ест. Но в морковку не надо выращивать, дорогой. Она потому что тоже глубоко, ей надо глубокие это, она же растет внутрь. У нас, ну и фулсан тоже надо. Да в том-то и дело, что для всего много чуфулсан. Так, где укроп? Вот это укроп, но он какой-то не такой. Мне такой не надо. Мне надо такой, другой. Такой, другой. Розмарин. Розмарин? Не знаю. О, арбузы, смотри. Где? Вот. А, точно. Ну, арбуз мы точно не будем. Смотри, какие томаты. Прикольные. Я думала, сначала посмотрела на картинку, думала, что это смородина красная. Ну, это такие томаты. Ну, какая милота. Кстати, можно попробовать. Да, ну, они же, их надо отдельно будет сажать. Томаты. Так, здесь тоже цветы-цветы всякие разные. Где укроп другой? Я хочу другой укроп. Бакчуй, смотри, тоже можно вырастить. У нас, смотри, радужная. А, это крепичная. Радужная. А, бэби-чуй, бэби-чуй. Что радужная? А, ну да, это бакчуй. Морковка. Ну, вот смотри, для неё надо очень глубокие горшки. Глубина половина дюйма. Она сама по себе, да, сажать, да. А вот она вот вырастать внутрь. Вот бэби-чуй была бы. Редиска не хочет? Ну, вот смотри, вот такая маленькая. Не, редиска, да она много места займет, а редиски там будет совсем мало. Зачем надо место? Траву давай, траву, Юрочка. Траву вот я беру, беру. А где нормальный укроп? Ты видишь? Не знаю, нет. Этот как его... Ну, на самом деле, вот этот укроп, смотри, это он просто, если ему дать вырасти, то он вот так вот. Нет, именно, смотри, он есть сорт разный. Дукат есть. А вот где-то ещё какой-то другой. Вот какой-то мамос. Да, подожди отсюда. А, обычный укроп, сейчас я подожди, вот здесь вот ещё есть другие. Так, это тоже какие-то цветы-цветы, где укропчик есть. Юр, вот здесь ещё травка тоже всякая есть. Лучок. Смотри, написано вот, контейнер-френдли, три растения на 12 дюймов. Странно, да, у них вообще чуть. Огромные расстояния. Может быть, они такие плодовитые. Вот здесь, я думаю, может быть, найти надо укропчик. А, да. Среди вот этих. Так. Вот он хорошая фирма, да? И, честно говоря, не знаю. Ничего не выращивала тут, поэтому ничего не могу сказать. Слушай, обычного укропа я не вижу. Мы в Волмарте видели, по-моему, да, укроп? Нет, мы сейчас же где-то видели. Обычный? Да. Да где? Вот в горшках, готовый который уже. А, да, да. Выращенный, без нас. Такой тоже вреденький был. Ну, да. Вот, смотри, вот диул здесь такой есть. Покажи. Вот почему он такими вот... Ну, это они вверх показывают, а снизу там вот такие. Ты просто не добавил... Видишь, он какой-то букет написан. А, букет. Это, видимо, таким букетом он и растет. Это для засолки, вот такой обычный укропчик выращивает. Какая первая тут фасолька? В общем, решили вот этот взять, потому что, судя по картинкам в интернете, вот этот вот реально такой вырастает, а вот этот обычный. Что ты еще будешь? Вот такую фасольку. Посмотри, сколько ей надо места тоже фасольной твоей. Так, шесть дюймов. Нормально? Окей. Ты думаешь, у нас для всего хватит места, да, чтобы выросло? Надеюсь. Мне кажется, вот это можно не брать, Силанта в твою. Нет, не хочу. Ну, ладно, ладно, хорошо. Так. Это, мне кажется, слишком мало. Это для чего-то? Вот, смотри, вот видишь, нарисовано. Ага, а, вот, да. Это вот куда-то цеплять, да. Это вот на такую же, смотри, это перекладин для вот такой штуки длинной. А, да, 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 точно. Так, а тебе что надо? Может, просто подвяжем их это как-нибудь? Может, и такую взять, какая она стоит? Долгора. Долгора. Да, да, да. Ну, тебе одной тоннера мало будет. Они же должны расти. Вообще, надо было вот что-нибудь вот типа такое, конечно. Да, потом маленькое. Да. Это, видишь, томата. Это для томатов. Ну, потому что, ну, хотя фасоль, вот, смотри. А, да. Видишь, как фасоль вообще должна расти? А мы тут в горшки ее сажать собираемся. Нормально. Ее места мало будет. Нет, нормальная будет. Просто большое слишком. Это для больших. Ну, фасоль же большая будет. Ты что думаешь? Будет, будет, не переживай. Ладно, сейчас ваша. Будет. Это просто какая-то подвязывается. Ладно. Ну, ладно, давай сейчас пускай она прорастет сначала. Да. Потом посмотрим, как она будет расти. Потому что ничего не вырастет. Вот, не полезный. Берем дренаж. Да. Это пласт, мне кажется. Просто толпа вот там внутри. От трех до шести венчей смешать с землей. А, кстати, у нас в земле уже эта штука есть. И положить на 12 инжи депс. У нас в земле вот эта штука. Да есть. Я видела эту землю желтую. Она с белым вот этой фигней уже. Вот у нас уже такая. Давай почитаем. Посмотри, что там в составе. Вот эти горшки очень шикарно смотрятся, да? Мне нравится. Вот это тоже красиво. Ну да, необычный такой. Там внутри самолета. Вот дом купим, тогда вот такие горшки понаставим. В огороде. В общем, мы все вот это три горшка купили. Лили клубнику, каких-то трав всяких. Два пакета земли и лейку. И за все это у нас вышло... Что у нас вышло? 70... 80 долларов. 80 долларов, да? С налогом. Наверное, мы на эти деньги могли бы купить кучу, да, вот этих фруктов. Травы. Ладно, развлекаться будем, да. Ну да. Продолжение следует... Продолжение следует...